трансформирование матрицы и такое замечательное число как свет я сейчас не буду про это говорить подробно потому что, на самом деле, мы подумали что-то настоящее такое но, в принципе, знать это уже сейчас надо в принципе, если есть матрица а, б, ц, д, там, е, ф то трансформирование, если все это значит написать матрицу а, б, понимаете, да? б пришло сюда а сюда, наоборот, приняли ц, е, и, наверное, вы понимаете, да? а, ц, е пришло сюда б, д, ф пришло сюда симметрия относительно вот такой вот ремень это трансформирование замечательный факт состоит в том что, если у вас есть вот такая сумма то для трансформированной матрицы вот представьте себе вы пишете для b трансформированная а трансформированная в каком-то там месте в месте карни да? что это такое? это будет сумма b, k, j, d, a, j, i, t правило в прямом смысле берем такую матрицу умножаем на такую матрицу вот это имеется ввиду и сконспонирование матрицы а не такие да? сумма берется больше прекрасно а теперь возвращаемся и думаем почему это соответствует наш настоящий матрица очень просто это b, j, d, a, j, d, a, ну то есть это a, b транспонирование так это тот элемент который в матрице a в матрице на b стоит на каком месте? на и катом месте на и катом месте да в общем не смотря ядерна в жизни это надо понять а равенство надо просто заполнить и больше не учиться это транспонирование это тоже написано что записанное в обратном порядке здесь мы не перемножаем матрицы здесь мы не перемножаем матрицы хорошо так и теперь последствия при первом изучении криминал когда вы только кто-то начинаете это всегда вызывает очень странные ощущения потому что мы вводим понятие след матрицы а почему только для квадратных матриц почему не для преуковленности нет а для квадратных он будет так надо пройти по главной диагонали и сложить все методы понимать зачем мне понравилось вот абсолютно непонятно что можно сказать в самом начале потом он будет встречаться очень добрый раз он будет нам полезен мы полюбим что оказывается это связано с двойственным пространством т.д. но вот если в самом начале то нужно доказать такой фактор что если мы возьмем след произведения двух квадратных матриц это матрица размером размером и матрица B размером N то оказывается свет AB равен свету VA А заметьте заметьте произведение матриц AB совершенно не обязано равняться понятно простите матриц VA а вот вслед равен давайте это сделаем для того чтобы это сделать проще всего написать чему же равен элемент изоциал это элемент находящийся на месте в кадре с 5 или в кадре стол это сумма А К В и К вот сумма В будет по всем виду отъединиться B значит что такое след матрицы AB это не сумма по всем К отъединиться B по всем В отъединиться B так пишем след матрицы AB хорошо а что такое след VA для этого надо написать элемент который стоит на каком месте здесь это будет сумма B и D A и K здесь написано B можно здесь везде где было написать K и получится это самое получается замечательная штука мы нашли симметричное что-то на некомутативном моменте матрицы это умножаешь а быть не обязательно но след равен и это помогает очень часто помогает так давайте я еще расскажу а давайте я объясню как превратить множество матриц в ювклитовом пространстве так надеюсь что ювклитовом пространство все будет понимать это так же как трехмерное где расстояние начала краната до xyz это корень квадратный из x квадратных из x квадратных с x квадратных а вот давайте мы на пространстве матриц размером е на n мы сейчас ведем и вы увидите что она на самом деле очень очень похожа на и передвомит сейчас берем матрицу трансфанируем ее трансфанируем ее трансфанируем ее перемножаем и если задаем себе вопрос что это ну ну вообще темология ответа мы уже знаем для того чтобы найти след нужно сначала написать элемент на диагонале берем вот значит на трансфанируем ее на на диагонале что это будет это будет сумма а карьер д всю век и всю и пол дальше надо написать икате но матрицу трансфанируем поэтому дальше не пишем а икате а меняем а коренье слушайте это просто это просто сумма квадратов всех элементов а что играет роль скалярного умножения вот в обычном трехмерном пространстве есть скалярное произведение помните берешь вектор подписываешь под ним другой вектор соответствующий координат перемножаешь и складываешь уже видно раз скалярный произведения трехмеров матрица размером н играет след а умножить на след а умножить на б поменяешь местами то след не единится. На первый взгляд кажется непонятно, но если немножко подумать, то все поменится. Представьте себе, что мы а и b поменяем сами. Тогда будет так. Надо взять и а на это название, а b умножить на а название. Вот я в этом выражении а звенем на b, а b звенем на а. А теперь смотрите. При транспонировании след не меняется. Транспонирование зависит от главного диагонали. Если вы переставляете, но на главный диагональ не ставляется, то b можно взять и поставить на что-то транспонирование. Но когда вы транспонируете произведение, то это то же самое, что транспонирование. Можете и переставить. А транспонирование, транспонирование, это то же самое, что а умножить на b звенем. Посмотрите на пространстве матрицы. Матрицы, это то же самое, что у нас есть. И оно удивительно похоже на то, что из школы известно про размерное пространство. Правда, размерность для него – n квадрат. И в матрице будет n на n, поэтому размерность пространства в матрице размера n на n – это n квадрат. Измерений там много. Даже когда матрица 2 на 2, это будет уже четвертое первое пространство. Тем не менее. Для начала достаточно браслет. Продолжение следует. Продолжение следует...